Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях Алексей Васильевич Туманов, учитель истории и общества знания гимназии номер 41 городского круга Люберцы. Он у нас уже был в гостях. Напомню, что он победитель муниципального этапа конкурса «Педагог года 2014» в номинации «Учитель года» и лауреат конкурса «Педагог года Подмосковья 2014». Скоро 2024 год, а это значит будет 10 лет этому великому событию. Да, здравствуйте! Думаю, да, будет юбилей. Пролетело прям время-то как, да? Очень быстро, очень быстро, даже неожиданно. А вот этот пеликан, это что? Напомним. Это символ конкурса «Учитель года». Олицетворяет учителя, учеников. Это ваш пеликан? Я сейчас объясню. Здесь вот прописано, что это пеликан 2015 года. Да, вот я хочу уточнить. Я думаю, что вы заподозрили что-то неладное. Что-то неладное, думаю. Что-то напечатали позже. Да, да, да. На самом деле, когда я победил в 2014 году, тогда еще пеликанов не вручали. Не вручали. Но мне повезло, у меня есть жена, она тоже прекрасный педагог, и она участвовала в следующем году, в 2015. И победила, и ей вручили уже пеликана. Пеликана, я считаю, что он у нас общий. Понятно, да. Но тем более два крыла, все как положено. То есть, вроде как с женой пришли, получается. Ну, да, практически-то. Группа поддержки такая. Ну, а мы поговорить решили на многие вопросы, потому что, ну, помимо того, что Алексей участник вот этого такого, как раньше говорили, инновационного, теперь уже от этого слова отходят. Но, тем не менее, от такого конкурса, который не только продвигает возможности конкретного преподавателя, да, учителя, а продвигает профессию как таковую, позволяет напомнить, что, во-первых, это не так просто быть учителем, во-вторых, можно быть очень хорошим и современным учителем, и от этого будут получать удовольствие все, и сам учитель, и дети, и родители, и то школьное образование, которое будет иметь таких педагогов. И в будущем году, в 2024-м, опять же, будут вручать новых пеликанов. То есть у нас стартует, я так понимаю, новый конкурс. Вы как-то к этому имеете какое-то отношение? Да, с некоторых пор, где-то примерно с 2016-го года, да, с 2016-го года, меня пригласили в жюри конкурса. Да. Да. И я теперь вот уже несколько лет заседаю в жюри, смотрю. Когда мы сейчас все узнаем, что можно будет рассказать, тем более с виду-то такой вроде бы молодой педагог, вроде должен быть добрым, с бабочкой так-то красиво. Спасибо. Сейчас выяснится, что Алексей Васильевич там, наверное, всех заворачивает. Журит. Журит, да. Но речь-то идет о том, что можно же по-разному эту проблему рассматривать. Я так понимаю, что когда вы принимали участие в конкурсе, ну, наверное, кто-то, может быть, посоветовал, или это было ваше желание, или все вместе совпало. Или вас, скажем так, давай, Алексей, выручай школу. Такой же вариант тоже бы знал. Возможен и такой, да. Вы знаете, это было неожиданно. Я работаю в этой гимназии с 2012 года. И отработав пару лет, ко мне каждый год, естественно, приходили заучи. Это обычная процедура на уроки. Посмотреть, что он там рассказывает. Да, что он там говорит, да. Какие даты называют. Правильно. Вот, и получается, что ко мне приходила Татьяна Владимировна Яковлева. Сейчас она директора. На тот момент была заучием. И она курировала конкурсы, направление конкурса. Но я об этом не знал. Я знал, что она заучь, и все. И должно все пройти хорошо. Пришел заучь, посмотрел. Посмотрел, продолжаем работать. Где-то похвалила, где-то пожурила. И потом в один прекрасный момент, это были каникулы. Я как сейчас помню, это прям прекрасно очень. Я закрываю дверь в кабинете и хочу пойти домой. Разворачиваюсь, и стоит мой любимый заучь Татьяна Владимировна. И говорит, у меня есть одно предложение к тебе. И говорит, вот есть такой конкурс, учитель года. Можно поучаствовать. Там немного покажешь урок, и на этом закончишь. Она же, наверное, не знала, что будет это танцать, да? Да, она не знала, и я не знал. Я подумал, ну ладно, покажу урок. Что не показать? Да, что не показать? Уроки ведем каждый день. Поэтому с удовольствием я согласился. И вот так все закрутилось, завертелось. Ну и вы прошли все это сами, что называется. Прошли от первого до последнего момента. И вот проходит фактически уже больше 10 лет, да, когда вы уже даже, ну, сами становитесь членом этой комиссии. И теперь будете отсматривать работы. Как работают жюри? Обычно мы говорим с участниками, а тут редкий случай, когда жюри. Вам приходят работы. Ну, тут же ж есть человеческий фактор. Нравится, не нравится. Потом, наверное, качество материала самого, насколько оно соответствует, не ошибается ли преподаватель. Вот как это идет, схема? Ой, на самом деле, мне после того, как я сам поучаствовал в конкурсе, мне было очень тяжело. Я, знаете, наверное, пару лет ставил всем очень высокие оценки. Да? Да. А, ну, потому что шлейф с того. Как конкурсант конкурсантом. Да, 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 да. Вот, наверное, потом с течением времени стал снижать. Да. Стал жестче, жестче. Да, 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 зачерстел. Ага, так. Вот, и, конечно, что смотрит жюри, да? Коммуникабельность, открытость. Потому что там есть первый этап, и там визитка, она называется визитка, где человек рассказывает о себе, о своем опыте, как он пришел в профессию, ну, и так далее. Вот. Затем, конечно же, смотрим уже такие профессиональные навыки, потому что показывают уроки, классные часы. Вот, там уже, конечно, смотрим, какие технологии используют, методы, приемы, а как дети реагируют, какая психологическая атмосфера на уроке. Вот. И один из последних этапов там мастер-класс. То есть смотрим, как может... В действии. В действии, да, как этот учитель может обучить других учителей. А, вот даже так. Даже так, да. То есть мастер-класс здесь проводится на учителях, то есть они проводят на конкурсантах. А-а-а. Вот, и смотрим какие-то вещи, берем для себя даже, вы знаете, иногда возникает мысль, может быть, отказаться от жюри, потому что это во время уроков, тебя снимают, или там после уроков ты бежишь быстрее на конкурсе, думаешь, может быть, уже не надо. А потом думаешь, нет, а где же я еще найду какие-то интересные такие, да, интересные, как сейчас говорят, фишки, да? Да, да, да. Фишки, приемы, поэтому я... И они есть. С удовольствием, конечно, прибегаю, и вот каждый год, начиная вот с того года, как я участвовал, я смотрю за конкурсантами, и что-то для себя обычно беру. Вот, обязательно что-то. То есть вот такой даже есть вариант, казалось бы, сиди себе, жюри, да, ставь оценки, оказывается, ну, профессионал, наверное, так и поступаем. Я прям записываю себе какие-то вещи. Потому что сколько бы ни было человеку лет, если он в профессии, если кто-то делает что-то, ну, может быть, даже не лучше, а как-то по-другому, и ты понимаешь, что это тебе может пригодиться. То почему бы это не позаимствовать? А вот непрофессиональный человек, который, что называется, почил на лаврах, сидит и больше ничего не... Он не понимает, что время-то уходит, методика может поменяться, я не знаю, там, цвета, цвет этой методики может появляться, время меняет. Вода-камень точно, что называется. И получается, что он остается вроде как заслуженный-перезаслуженный, а уже пшик. Потому что... Поэтому нужно идти в ногу со временем. Можно сказать, что Алексей абсолютно бесплатно пользуется еще такими замечательными возможностями. Но, опять же, возникает вопрос, насколько сами преподаватели идут на такой конкурс. У многих обывателей все равно складывается впечатление, и наверняка это есть. Даже вы мне это не скажете, безусловно. Но когда кого-то заставляют, пришел молодой более-менее подающий надежды педагог, больше некому выступать. И его бросают в эту топку, давай, мучайся. Есть же такой вариант, но с другой стороны, даже такой вариант может помочь человеку что-то получить. Да, конечно. Были такие варианты. Это каждый год такое происходит. Вы чувствуете же... Да, это видно. Видно тех, кому помогает школа. То есть их тренируют, потому что... Ну, чтобы они представляли, что не стыдно было. Они же представляют это лицо школы, да. И видно, вот кого прям натаскивают. Это хорошо. То есть мы всегда говорим, что должны быть кураторы. То есть человека нельзя бросать. И у меня они были. Я уже упоминал, Татьяна Владимировна, она вот со мной прошла все этапы. И бывает, видно, что вот человек вроде бы хорошо выступает, но делает какие-то ошибки, которые он бы мог избежать, если бы ему подсказали. И вот за него обидно, думаешь, вот если бы у тебя был бы, ну так сказать, тренер, да, наставник, то ты наверняка бы дальше прошел. Ну, по мелочи бывает, да. По мелочи, и вот это видно. И очень жаль таких конкурсантов. Ну, с другой стороны, если посмотрим все-таки на светлую сторону Луны, все-таки это движение становится все, ну, как бы ярче-ярче, потому что, если я что-то умею хорошо, и не только я об этом считаю, да, как минимум. Вот, и считаю, руководство школы, да. А самое, наверное, главное, что мы знаем каким-то там ощущением таким, что и ученики это, да, отмечают. Если ученикам не нравится, то это, наверное, уже не очень хороший учитель, скажем так, чего же там греха таить. Вот, есть возможность себя профессионально показать. То есть участие в таких программах, в таких конкурсах помогает раскрыться, да. И вот, опять же, на вашем примере, на примере тех учителей, которые участвуют в этом конкурсе, вот эти прорывы чувствуются вообще? Ну, для меня это был большой шаг, вот если лично про себя сказать. Это большой опыт, который я получил в 2014 году. И он продолжает, вот как будто бы я, знаете, продолжается он, как будто бы я на волну на доске, знаете, встал, да. И вот я на этой волне... Ну, упасть нельзя. Нет, нет, держусь, стараюсь там где-то, может быть, подняться, где-то иногда опускается, но как-то пытаюсь все-таки держаться. Поэтому вот уже 10 лет практически прошло, да, а эффект от конкурса, он продолжается. Потому что приглашают на ЛРТ, приглашают вести мастер-классы, приглашают в другие гимназии, школы, лицей проводить уроки по Московской области, в Люберцах. В общем, это такое большое дело. Ну, то есть это выход в некое иное состояние, когда профессия становится нужна не только вот конкретно в этом классе, конкретно этому завучу, потому что друг за другом, естественно, преподаватели наблюдают по своим служебным обязанностям. Но это выходит за пределы, потому что воспитание и образование – это же общее дело. Конечно. Поэтому все вместе мы делаем. Сейчас делаем паузу, а после этого попробуем разузнать у Алексея Васильевича, хорошим смыслом, засланного казачка, в этот замечательный конкурс, все-таки как там выстроена эта работа, что проходят преподаватели, чтобы понимать механизм оценки. Вот, потому что ведь тут еще немаловажно, что когда родители узнают, что в школе работают, там, победитель того-то, лауреат того-то, там, выпустили столько-то победителей Олимпиады, то, конечно же, это хорошая еще и рекламная кампания для образовательного учреждения, согласитесь? Так что дождитесь продолжения программы «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Алексей Васильевич Туманов, учитель истории и общества знания гимназии номер 41 городского округа Люберцы, победитель муниципального этапа конкурса «Педагог года-2014» номинации «Учитель года» и лауреат конкурса «Педагог года Подмосковья-2014». Все подумают, что это 2014 год уже давно прошел. Да-да, это было давно. Мало того, Алексей принес еще с собой пеликана, который получил его супруга в качестве победителя уже 2015 года. Но дело в том, что благодаря участию и победе в этом конкурсе Алексей стал членом жюри новых конкурсов, в том числе и «Педагог года-2024». Когда он стартует, кстати? Так, сейчас идет этап подбора конкурсантов. Хастик. Да, они подают документы. Так. Вот, это такая бумажная часть конкурса. Поэтому он уже стартовал, по сути дела. Хорошо, а итог когда будет? Итог, крайнее мероприятие проводится в январе. Оно завершает конкурс с большим концертом и выступлением конкурсантов на сцене перед всей Люберецкой общественностью. Вот как. Так что есть над чем поработать. И скажите, ну как, народ-то пишет, бумаги приходят? Идут. В среднем каждый год участвуют около 20 человек. А есть уже такое вот желание поучаствовать в конкурсе? Некоторые даже возвращаются, участвуют по два раза. Были случаи по три раза. Да. Бывает и такое. Добивал. Я все равно вам докажу, что я лучше. Да, да, почему нет? Можно каждый год участвовать. Хорошо. Как проходит программа? Как она выстроена? Что входит? Какие этапы? Так, первый этап получается визитка. Там они рассказывают о себе. Так. Достаточно интересный этап, потому что здесь можно творить, творческий такой этап. Можно рассказать о себе в стихах. Ну, понятно. Можно спеть. Можно снять какой-то ролик. А можно использовать учеников своих? Можно. Почему нет? Привезти учеников. Они там, допустим, расскажут. То есть знакомство идет. Это и такое знакомство, да, жюри с конкурсантами. Чтобы посмотреть, кто это, откуда они, как они пришли в профессию. Ну, такая заявка, которая может потом, как ни странно, сыграть и на общую оценку. Но если хорошо себя показать, то это запоминается. Да, ну, уже запоминаешь кого-то, да. Другое дело, что иногда бывает, наверное, очень хорошо показали визитку, а потом немножечко съехали. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Это как в любом конкурсе. То есть, если он состоит из нескольких этапов, это значит, что-то у вас получается хорошо, что-то не очень. Но в среднем должно что-то в итоге выйти. Так, следующий? Следующий этап обычно они показывают свой опыт. Они рассказывают, что они хорошо делают на уроках. То есть именно что у них... То есть именно что у них... То самую фишку. Да, именно свои фишки, что именно у них хорошо получается. Так. Это очень интересный этап. Здесь можно что-то для себя подчеркнуть. Вот. Бывают и очень интересные вещи. Ну и понятно, что тогда, если идти на конкурс, то получается, что у тебя должна быть такая фишка, потому что если ее нет, придумать ее будет сложно. Можно, но сложно. Иногда преподаватели даже не замечают, что у них есть фишка. И вот здесь, наверное, понадобится наставник. Ага, который видит. О, вот это у нас хорошо получается. Это интересно, да. И мы это берем как бы за основу. И как раз с той фишкой и делаем. Да. Так, следующий этап? Ну, он, с одной стороны, следующий этап сложный, а с другой стороны он простой в плане того, что мы это делаем каждый день, мы ведем уроки. Нужно показать урок. Но! Есть одно но. Урок показываете вы не на своих детях. Что, конечно, было бы хорошо. Дети там, наверное, бы, боже мой. Ну, они бы там, да, выпрыгивали из штанов. В концерте, да, звезды. Да, да, да. Вот. Всячески поддерживали и старались. А здесь приходит конкурсант в чужой класс, заранее получает тему, естественно. У него несколько дней на подготовку к уроку. Вот. И работает непосредственно с этим классом по определенной теме. Который вроде бы как не заинтересован в этом. Да, абсолютно. Хорошо, хорошо. То есть, понятно. А комиссия уже наблюдает за тем, как это... То есть, вы смотрите в прямом эфире, или потом записи, или... Мы смотрим вживую. Вживую. Вживую, да. Это тоже, конечно, некое давление. А, то есть, чувствую, что за тобой наблюдает. Представляете, да не чувствуете, вы прям видите, что за вами наблюдает, потому что сидит класс, сзади учеников расставляются столы, там сидит жюри, человек 15, может быть, это большое жюри, да. И, в общем-то, можно и потеряться где-то, да. Честно говоря, сейчас представил, что ко мне на занятия со студентами 15 человек придет. Или здесь, представите, еще 15 человек. Да, да, и будет смотреть. Так, что мы задаем за вопрос? А, это что такое? Вот, вроде как все молча, но я... То есть, мандраж пресс, наверное, вот этого... С одной стороны, это то, что ты делаешь, а с другой стороны, мандраж, ты сильный. Конечно, знаете, и особенно обращаешь внимание на своих коллег непосредственно предметников. То есть, допустим, ведут историю и знают, что я историк, и поглядывают, допустим, на меня. На реакцию. На реакцию, да, потому что там рядом с собой. У вас какая реакция? Как вот вы сидите? Как он себя... По вашему лицу можно что-то прочитать? Ну, я стараюсь достаточно положительно смотреться, улыбаться. Да-да-да, хорошо, продолжайте. Ну, баллы я здесь поставлю, да. Нет-нет, потому что человек это может смутить, и вроде бы все хорошо, а вы с таким каменным лицом, как будто бы все плохо, и он может потеряться, сказать, что-то не так. Ну, в общем, это не самое легкое испытание. И после этого уже подводятся итоги. Нет-нет, нет. Там еще получается внеурочное занятие или классный час. Оно каждый год по-разному называется, поэтому я тут засомневался. Но смысл остается таким, что ученики приходят как на классный час и разговаривают на какие-то общие темы. Дополнительные, короче. Дополнительные, да. То есть это могут быть темы о дружбе, о патриотизме, о каких-то достижениях. То есть мы смотрим, как преподаватель владеет в свободном, скажем так, пространстве. Да, на открытую тему. На открытую тему, понятно. Сочинение на открытую тему. Хорошо. Ну, я не могу... И потом уже все, да? Или еще что-то? Какой-то бесконечный конкурс. Это же сколько она-то силы имеет. Да, да, да. Значит, потом, получается, часть отсеивается в результате всех предыдущих этапов. Там суммируются баллы. И остается второй этап конкурса. Конкурс – это, получается, у нас мастер-класс, беседа по теме и встреча с чиновниками из образования, так скажем. От образования, которые сидят в... Приглашаются из управления образованием люди. Вот. И они участвуют в беседе. Тоже интересно достаточно. Ну, это, наверное, сложно. Слово чиновник здесь такое ключевое. Потому что я тоже, вот, честно говоря, не позавидуешь. Как они стали победителем, я не знаю. А потом уже концерт. Или еще что-то. Потом, значит, считаются опять баллы. Баллы. И получается, что вот они выходят уже на концерт, так скажем. Там нужно показать номер. Вот это тоже удивительно. Очень впечатляет. Ну, тут можно с детьми уже делать. Можно с детьми делать, да. Ага. А то как-то дети все в стороне. Не-не-не. Вот здесь уже как раз подключается. То есть, получается, вначале у нас дети могут быть в визитке и в финале. Да-да-да. А остальное все. Ну, вот такой путь, да, должен проделать педагог, чтобы завевать вот такого пеликана. И заявить о себе. И потом участвовать в многих конкурсах. Часто же так бывает, что поучаствовал в одном, почувствовал уже хватку, силу, отправляют участвовать в другом. Теперь немножко хотел вот в финале нашей программы поговорить. Все-таки вы учитель истории и общества знания. Два таких предмета, которые в последнее время у нас, ну, понятно, что математику и геометрию никто не отменял. Но если так можно выразиться, без которых сейчас никуда. Да, этому уделяется очень много внимания и так далее. Но если история, понятно, что здесь желательно, чтобы ничего не было фальсифицировано и более-менее соответствовало тому, что происходило, хотя, безусловно, могут быть какие-то окраски, все зависит от времени и так далее. А вот второй элемент общества знания, я точно помню, что историю, это я сейчас люблю историю, общество знания, интересуюсь всем. А тогда я помню историю еще так, кое-как я воспринимал. Я вообще-то по тематике, я вот по этим предметам, как это не парадоксально. Вот, естество знания, короче говоря. А вот общество знания для меня вообще было, потому что оно совсем еще ученик, как общество знания, ну что там, да. Вот почему на сегодняшний день этому внимание уделяется? И как вот вы сегодня обучаете общество знанию явно предмету, который, ну, сказать, что он прям любимый, наверное, довольно трудно. Предмет, любимый я имею в виду учениках, или можно сделать его любимым при желании? Можно многое сделать, вот. Вообще, мы начинаем с того, что общество знания – это все-таки наука о обществе, в котором мы живем. Поэтому этот предмет очень важный, и, конечно, он носит такой практический характер. Практическое применение, как бы. Применение, да, потому что мы объясняем, как нужно себя вести в обществе, что можно делать, что нельзя делать. Ну, даже есть, допустим, такая тема, как межличностный конфликт. Ну, да. И там даже есть выработанная стратегия, как вы можете поступить в той или иной ситуации. Можно рассмотреть на уроке, допустим. Да, но межличностный конфликт, я как-то сразу вспоминаю, что в школе, в детстве он как-то решается всегда очень просто. Вот. А как же можно его на уроке объяснить? Что надо договариваться, что на какие-то дипломатические… Например, есть такая стратегия, как сотрудничество. То есть, вместе пытаться решить проблему. То есть, отчасти это такой психологический даже еще элемент, да? Да, то есть, в обществе знаний есть элемент психологии. Это тоже очень интересно. Детям очень нравится это. Или, допустим, рассматриваем деятельность, что такое. И всегда им говорим, вот, вы когда что-то делаете, зачем вы это делаете? Вы думаете об этом? То есть, у нас мозговая активность такая быстрая, как очень мощный компьютер, что мы даже не задумываемся иногда. А на самом деле, у каждой деятельности есть мотив. Вот. И прежде чем что-то сделать, наш мозг очень быстро прокручивает, что нам это нужно сделать. И только потом мы делаем. Я уже чувствую, что вам можно блок смело вести, потому что некоторые родители, неплохо было бы, чтобы они напомнить им об общественном знании и об межличностной конфликтах, кстати. Вот. Последний вопрос. Как говорится, в таких случаях дети его не слушают. Скажите, а вот любимчики, ведь они же всегда есть. Как ни крути. Ну, можно по-разному это слово называть. Ну, я уж не знаю, как его применить по отношению к детям. Но вот, который ты понимаешь, что вот действительно такой ребенок талант именно в твоем предмете. Или вы все-таки пытаетесь быть нейтральным? Пытаюсь, как судья на поле в футболе, да, или в хоккее. Где-то получается, может быть, где-то нет. Но я надеюсь, что получается. Но те, кто, допустим, интересуется предметом, конечно же, я готов еще больше заинтересовать, помочь литературой, что-то еще рассказать, веду дополнительные лекции и консультации после уроков. То есть это уже для заинтересованных ребят. Ясно, ясно. Ну что ж, напомню, что Алексей Васильевич Туманов, учитель истории и общества знания, гимназия номер 41 городского округа Люберцы, победитель муниципального этапа конкурса «Педагог года-2014» в номинации «Учитель года» был гостем нашей сегодняшней программы. Теперь он такой уже опытный член жюри. Мы, по крайней мере, попытались вместе с ним пройтись по какому-то очень сложному. Но, наверное, должен быть такой этап, чтобы человек все-таки показал себя. Но, тем не менее, очень интересному конкурсу «Педагог года-2024» он стартует, уже фактически стартует по документам сейчас, а совсем скоро уже начнутся эти отборочные мероприятия. И мы ждем и вас, и ваших коллег, и тех победителей, которые пройдут это чистилище педагогическое, чтобы вырваться в победители. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова